Это человек, который в критической ситуации идёт на обострение. Он запудивает сразу. Поэтому, конечно, в значительной степени это блеф. И одновременно шантаж. Такой он герой, что я не думаю, чтобы он был готов, бы сейчас, имея всё, что может человек хотеть, деньги, ну всё, что хочешь, и сейчас просто прекратите, всё, давайте, закроем мир, пойдёт тартареры. То есть это нет, это просто игра такая, да. Там что-то будет тогда, по всей видимости, сказано о дальнейшем применении скальпов Storm Shadow в Sea Atacums. По территории России, да? Если Россия не сядет за стол переговоров. Учитывая, что Российская Федерация вынуждена привлекать Корею, вынуждена... Да, хотела спросить тоже. То есть это говорит о том, что существующие воинские подразделения, очевидно, не справляются. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Открытый разговор вместе с вами в этот понедельник на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и обязательно оставляйте комментарии. Цитата. Сейчас самая сложная геополитическая ситуация со времен Карибского кризиса. Так сказал один из моих собеседников, когда я готовилась к этой передаче. Он, к сожалению, сегодня не смог прийти, потому что он занят. Но мы с ним поговорили по телефону. И он сказал откровенно вот такое свое мнение. О чем речь? Агрессор Россия 21 ноября выпустила по территории Украины новый вид баллистического оружия среднего действия под названием «Орешник». И как пояснил Владимир Путин в специальном обращении, это сделано в ответ на разрешение западных союзников Украины бить дальнобойным орудием по территории России. Путин пообещал, естественно, зеркальный ответ на все действия Запада. Знаете, я много посмотрела за выходные передач, которые посвящены именно этой теме. И вот мне понравилось, как Михаил Ходорковский, оппозиционер российский тоже, он задался вообще таким вопросом про Путина. Он маньяк или шантажист? И на самом деле это важный вопрос, по сути. Ну, не один из самых главных, но очень важный. Почему? Потому что выпущенная ракета, которая полетела в сторону Украины, она, конечно, не была начинена ядерной боеголовкой. Это что? Это послание такое, мол, типа, глядите, могу я это сделать, блеф? Или на самом деле мир стоит на пороге большой катастрофы? И на самом деле диктатору, как считает Ходорковский, плевать, что там будет с ним и что будет с целой страной, главное показать свое величие. И вот у Ходорковского был такой вопрос, он на самом деле очень правильный, и мы об этом тоже будем говорить. Но вы знаете, мы еще будем говорить о том, какова ситуация на границе с Латвией. Именно Псковская область, ведь считалось всегда, что Псковская дивизия, она самая мобильная, и в случае каких-то угроз именно она первая приходит на помощь. Эстонские коллеги сделали расследование по этому поводу, то есть со снимков они сделали такие фотографии о том, как на самом деле сейчас происходит вот эта дислокация военных сил именно вблизи границ Балтии, больше всего, кстати, Эстонии. Об этом мы тоже поговорим, потому что у нас есть Алексей Малов, журналист, представляет Псковскую губернию. Здравствуйте. Впервые в нашей студии, потому что все остальные гости у нас уже были неоднократно. И я понимаю, инагент. Ну куда без этого, да? Ну еще один со мной рядом инагент сидит, Дмитрий Орешкин, российский политолог, тоже в этой списке. Я не знаю, почетный Дмитрий, наверное, список сейчас. Да нет, ну это, понимаете, это как... Здравствуйте, прежде всего, это из дерзких профессий. Если ты говоришь то, что ты думаешь, то ты разрушаешь картинку мира, которую рисует путинская пропаганда, а значит, ты для них враг. Ну, что делать? Нормально. Да. Карлис Крэйс, знаешь, я бригадный генерал в отставке, военный эксперт. Карлис Лабдиен, приветствую. Лабдиен, добрый день. Добрый день. Орес Кудра, политолог. Здравствуйте, Орес. Орес, у нас часто бывает, у нас как раз по этой теме. Ну, вы знаете, 28040424, пишите нам на этот WhatsApp вопросы, lr4.lv, кнопочка написать в студию. Ну, мало кто из наших слушателей военный эксперт, поэтому давайте вы, может быть, дадите, как военные эксперты, как политологи с разных сторон, да, как вы расценили этот удар вот этим Орешником, почему Орешник, не знаю, учитывая, что это была пустая ракета, это безъядерные боеголовки. Это что? Это предупреждение, блеф, что-то другое? Или это демонстрация силы? А может быть, действительно, как говорит Ходорковский, ну, это вот какая-то маньячная сущность, которая может привести нас всех, в общем-то, наверное, к окончанию мира. Господин Кресленович, давайте с вас как военного эксперта начнем. Хорошо. Я считаю, что это, конечно, блеф. И на русском, и на атыжском. Да, это так и есть. Одно слово. Потому что работает российская пропаганда, часто работает, ну, на своих людей, понятно, там все возможно, потому что там нету возможности людям услышать другую версию, то, что показывает телевидение и так далее, там однозначно. Ну, и работает на избирателей Запада. И, надо сказать, очень успешно. Очень успешно, потому что можно только удивиться, что столько людей как бы понимает, поддерживает Путина и так далее. На избирателей. А избиратели, а политики зависят от избирателей на Западе. Везде, кажется, и у нас тоже зависят избиратели. А вот в России нет. Нет. А в России точно они. Сейчас Дмитрий расскажет нам. Поэтому тут, конечно, вопрос заключается в том, что вот так показать, чтобы избиратели Запада, ну, и здесь в Латвии, естественно, тоже, чтобы они как бы испугались. Смотрите, что это. Мы же стоим перед войной, мировой войной и так далее. Потому что Путин, серьезное намерение, это вспомните, как он сидел за большим столом. Даже своих министров он же сидел там, на большом расстоянии. Президент Франции и так далее, там, метровый. Это был ковид. Это ничего не было. Это, конечно, его там охраняли и так далее. То есть ему такой он герой, что я не думаю, чтобы он был готов, бы сейчас, имея все, что может человек хотеть, деньги там, ну, все, что хочешь. И сейчас просто прекратите, все, давайте, закроем мир, пойдет тартареры. То есть это нет. Это просто игра такая, да. Ракета эта, конечно, была не совсем не новая. Это уже были, эти ракеты такие уже раньше делались. Но показать, что вот такую, такую ракету мы можем пустить. И чтобы это было, как пропаганда идет. И еще один такой момент небольшой есть, что не по Киеву, а не Киева. А это вопрос, я тоже считаю, эксперты уже об этом говорили, что, конечно, он никак не хотел, чтобы ее сбили. Вот в Киеве, знаете, что оборона более мощная, более совершенно. Возьмут и собьют. А тогда как, кажется? Карлис, а правда ли, что они утверждают, что нет пока противодействия этим ракетам? То есть их никак нельзя поймать? Поэтому это вот какой-то такой, ну, не знаю, жест устрашения, что их нельзя поймать. Получается, можно их остановить, да? Ракет, таких, которых вообще нельзя поймать, нету. Весь вопрос, конечно, намного труднее. С таким большой скоростью, как у этой ракеты, возможности поймать маленькие. Ну, существенно меньше вероятность того, что такую поймают. Но, в принципе, уже такие эксперименты делались, и, в принципе, их можно сбить. И просто и на Западе даже пробовали, и электронно, на вычислительных машинах и так далее. Конечно, это будет, не будет так, что из 190 взяли и сбили, но из 101 могут избить. Поэтому тут вопрос такой. Ну, а главное, конечно, это, я говорю, воздействие больше психологическое на избирателей и своих, в России, Путина своих, и на западных. И тогда поднять шумиху во всем мире, что вот мы какие, мы, вы берегитесь. Настроение мы как раз сейчас чуть-чуть попозже спросим у Дмитрия, потому что это тот человек, который следит за этими настроениями в российском обществе. И, наверное, знаете какую-то и психологию Путина. Вы тоже, наверное, это изучали, не просто жили. Ну, и следите за тем по соцопросам, да, вы тоже смотрите. Давайте, господин Скудра, как вы видите это? Потому что, ну, разное мнение есть. Кто-то все-таки опасается и считает, что эскалировать не надо. Я не знаю, это будет зависеть, наверное, и от НАТО, и от других стран, которые разрешили в первую очередь бить Украине этим дальноборенным оружием. Не знаю, мое мнение, вот это вообще решение запоздало где-то на минимум на 2,5 года. Согласны, да. Ну, какая разница, если мы уже все равно это разрешили, почему это нельзя было сделать там 2,5 года назад. И, возможно, это изменило бы ход войны и каким-то образом показало Путину, что его действия не могут оставаться безнаказанными. Ну, это мое мнение. Да, ваше, господин Скудра. Ну, значит, тут очень много технических и технологических аспектов. Я скажу только о политических аспектах. Значит, после того, как все это случилось, министр иностранных дел Франции, Жан-Ноэль Барон, посещая Лондон в интервью BBC, сказал, что Франция не возражает против использования французского образца под названием «Скальп» для ударов по территории российской, в смысле, оккупированные территории и Курская область. Это раз. И, значит, тогда у нас получается, что США, Великобритания и Франция разрешают эти ракетные пуски проводить. Тут, правда, надо отметить, что «Скальп» и «Стормшедов» запускаются с самолета, а американские «Атакам» — это баллистическая ракета с установок на земле. Значит, но пока что новых ударов по территории российской оккупированной не производилось с украинской стороны. Это, с одной стороны, потому что завтра НАТО и Украина будут обсуждать, что же делать после того, как оценивать то, что произошло с «Сорешником». Но украинская сторона просит только одно, чтобы ей предоставили противоракетное оружие, которое на Западе имеется. Ну, я очень сомневаюсь, что такие технологии, высокоразвитые, вряд ли будут предоставлены Украине. Почему? Потому что это очень высокий уровень. Я просто скажу об «Орешнике», чтобы было понятно, какого типа оружия тогда должно иметься для того, чтобы бороться с таким «Орешником». Значит, он преодолел это расстояние от Капустин-Яра в Архангельской области до Днепра за примерно 15 минут. Скорость — десятикратное превышение скорости звука. Значит, что касается боеголовок. Там кассетная боеголовка, шесть боеголовок, и в каждой боеголовке еще шесть снарядов. Значит, и там, если кто помнит видеозапись, значит, эти боеголовки взрываются, и потом эти шесть снарядов опускаются, но целенаправленно, на цель. Значит, так что это высокотехнологичное оружие, тем не менее, да, развито на основе межконтинентальной баллистической ракеты. Значит, поэтому ясно, что против такого оружия должно иметься очень развитые технологические, на очень высоком уровне оружие. Естественно, с использованием планетарных, значит, средств. И последнее я скажу еще о том, что перед запуском «Орешника» российские военные по каналу, который создан между российскими и американскими военными, предупредили о, значит... Этот канал называется, значит, предупреждение или недопущение происшествий в области ядерного вооружения и спуска, и запуска ракет. Значит, так что этот фактор тоже надо учитывать. И, естественно, что все остальные запуски «Орешника», если они последуют перед тем, как последуют атаки скальпом Storm Shadows или атакам по территории оккупированной, значит, опять будет сообщение российской стороны, что запускается ракета, но это не с ядерной боеголовкой, и это не межконтинентальная баллистическая, хотя «Орешник» до Западной Европы летает максимум за 20 минут. Да, тут уже нас слушатели возбудились и спрашивают несколько вопросов, так будет ли Третья мировая война. Давайте мы закончим все-таки опрос мнений. Нет, это понятно. Люди, и, например, я приведу слова Залюжного про то, что она уже началась, и мы это обсудим. Подождите немножко, 28-04-04-24, продолжайте писать. Господин Орешко, что происходит сейчас с общественным мнением России? Они также уверены в том, что Путин их защитит, никакая ракета не прилетит. И вот тот вопрос, который поднял Ходорковский, это не мой вопрос, это вопрос Ходорковского, он кто? Маньяк, которому все равно, что там произойдет, ответ Запада нет, либо шантажисты, эти ракеты будут летать, пока Запад не испугается. Как вы эту всю историю видите в комплексе? Что касается общественного мнения, оно находится в крайне узком коридоре возможностей. Путин единственный вариант, который может быть спасителем, защитником, символом победы, чего угодно еще. У них просто не остается альтернатив. Поэтому они вынуждены, логика такая, если я люблю мою страну, а она находится в войне, ее надо поддерживать. Несмотря ни на что, так, да? Несмотря ни на что, никогда не бывает. А как же Курск, который там... Я попробую сейчас договорить. За последние два с половиной года социологи фиксируют медленное, но очевидное снижение поддержки войны. Люди в России устали от войны. Они хотели бы эту войну закончить. 70 с лишним процентов готовы были бы эту войну закончить, но на российских условиях. Вот такой маленький пустяк. Но, тем не менее, сама по себе война, которая вызывала восторги в феврале 22-го года, сейчас вызывает скорее усталость. Это первое. Это касается... Вот это объективные данные. Они разными социологическими службами фиксируются. Небольшое снижение, но устойчивое. И все равно больше половины поддерживает, чтобы не было заблуждений. Теперь касательно Владимира Владимировича Путина. Весь тот опыт наблюдений, который за ним каждый из нас ведет, из политологов, говорит, что это человек, который в критической ситуации идет на обострение. Он запудивает сразу. Поэтому, конечно, в значительной степени это блеф. И одновременно шантаж. Это не альтернатива блеф или шантаж, а и то, и то. Значит, вот надо напугать. Логика такая, что избиратели испугаются западные, вместе с ними элиты испугаются. Будут вынуждены говорить, ладно, ладно, давайте договариваться. Это вот как раз то, насчет чего Путин рассчитывает. Что касается маньяк, не маньяк. Понимаете, у людей в голове ассоциация такая, маньяк значит сумасшедший. На самом деле совершенно нет. Нет. Потому что маньяки очень рационально обеспечивают свою безопасность. Они просчитывают на несколько ходов вперед. И тем не менее они в какой-то момент, в какой-то узкой специализации они свихиваются. Они там или убивают женщин, или еще. Сексуальные маньяки бывают. Бывают политические. Вот Путин не сумасшедший, совершенно точно. Но в смысле игрой с глобальными угрозами он не совсем меняемый, я бы так сказал. Потому что, ну и видимо у него нет, раз он начал эту войну, проиграть он ее не может, потому что это все кончается его жизнь, его политическая карьера, все что угодно кончается вплоть до передачи его в суд. Да, тут интересный момент, потому что сейчас много говорят о мирных переговорах, что вот сейчас будет 20 января Трамп, и все-таки это закончится. Но те условия, которые он выдвигает, ну по сути, они никак не способствуют миру. Ну это переговорная позиция, которая нам в пять раз, как у Гоголя написано, кузнецы заломили цену. То есть может уступить, вы считаете? Обязательно. Более того, он готов уступить на самом-то деле. Именно поэтому ему сейчас важно создать переговорную позицию. Почему он за эти два месяца спешит как можно больше территории забрать, выдавить украинские войска из Курской области? Это он формирует торговую или переговорную площадку. Элемент запугивания тоже есть часть вот этой формирования этой площадки. Он понимает, что договариваться так или иначе придется. Понятно, что Киев им нельзя взять. Понятно, что Херсон они не завоюют. Понятно, что Днепр они форсировать не могут. Ну просто потому, что потенциала не хватает. Поэтому так или иначе останавливаться придется. Но, конечно, он хочет остановиться в позиции царя Гарлии, чтобы с доминирующей позицией договариваться. И все это понимают. И я думаю, завершая свой спич, что на Западе тоже меняется восприятие Путина. Он так долго пугал и такими серьезными вещами пугал, что, по-моему, на Западе устали бояться. У меня был следующий вопрос. Работает ли шантаж? Ну, может быть, вы ответите тогда, Алексей. Как вы думаете? Как Запад настроен? Может быть, вы следите? Потому что я вижу разные мнения. Одни говорят, нет, все-таки давайте не будем там эскалировать. Другие как? Ну, я, может быть, чуть-чуть вернусь к атаке на Днепропетровск. Почему он именно был, на мой взгляд, на Днепропетровск, а не по Киеву. За день или за два до этого же американское посольство, еще несколько посольств эвакуировались из Киева. И атака по Киеву не могла состояться ровно потому, что тогда это означает, что американская разведка знала о действиях Путина. Допустить еще один провал, как это было с началом самой войны, когда американцы говорили, что будет война в таких условиях и так далее, он не мог. И я думаю, они не атаковали Киев по двум причинам. Потому что ракета старая, новая могла иметь некое отклонение, они не знали. И могли задеть те посольства, которые не эвакуировались. А это как бы увеличение количества участников. Это не то же самое, что ракета свалилась в Польше, и где-то там чего-то в поле задело кого-то. Поэтому они не могли пойти на эскалацию. И, во-вторых, не дать возможности обвинить в том, что американцы владеют всей информацией о происходящих, принимаемых решениях у Путина. Насчет эскалации. Это действительно новый поворот с точки зрения вот той войны чудовищной, которая идет. Это ракета средней дальности, если я так правильно понимаю. Это та ракета, которая... Договоры о сокращении и не... Которые в 19-м году Америка вышла и, соответственно, оставила России возможность иметь такие ракеты, разрабатывать их и так далее. Это действительно новый поворот в... Как уже предыдущий коллега сказал, что 15 минут, это очень сложно отреагировать. Даже эвакуацию полноценную обеспечить за 15 минут довольно сложно. Если, ну, пуск состоялся, и эти 36 боеголовок, они летят без четкого понимания, что является целью этой атаки. Безусловно, это эскалация. Безусловно, учитывая, что Российская Федерация вынуждена привлекать Корею, вынуждена... Да, хотела спросить тоже. То есть это говорит о том, что существующие воинские подразделения, очевидно, не справляются, и нужно какие-то выходящие за рамки, за рамки вот обычной конвенциональной военной силы. Поэтому, да, это эскалация, на мой взгляд. Господин Крестенч, как вам кажется, если вы военный эксперт, вы, наверное, эту даже военную психологию больше знаете, чем я, чем наши радиослушатели, такой шантаж, он срабатывает обычно? Против кого, смотря, шантаж срабатывает? Срабатывает против Украины, чтобы больше не вздумали выпускать ракеты иностранного производства, по согласию американцев, это по территории России. Посмотрите. Это срабатывать может так, через, я как говорю еще раз, избиратели, политики, давление на Украину, и там могут быть в этих разговорах какие-то могут быть. Но, с другой стороны, как коллега уже тоже говорил, и Франция сказала, окей, и Англия сказала, подождите, мы тоже даем свои ракеты вперед. Поэтому это не совсем сработало, как будто вот избиратели, конечно, там могут и побаиваться, и здесь в Латвии, и на Западе, там по-разному. Насчет и Путина еще хотел. Как-то мало упоминается, ну, упоминается много, может быть, но как-то вот для людей, чтобы осознали, Вторая мировая война, какие уроки. Ну, все так же начиналось. Взяли какую-то облачко, Словакии в то время. То-то, 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 все шло дальше, дальше. Ой, говорили, и Великобритания тоже, мы мир привезли, и все. Все развивалась война. Дальше возьмем сейчас, что происходит в России тоже. Какой он смелый, очень смелый. Когда в Карабахе начался этот кризис, и когда Турция дала свои беспилотники и так далее, и сказала, что Азербайджан – это как бы часть турецкой армии, Путин молчал в тряпочку. Хотя договор-то с Арменией и так далее, он же должен бы как-то больше помогать. А на Турцию он не наехал, потому что Турция – сильная страна, имеет свои вооруженные силы. Ну, и как будто там как бы союзники на каком-то... Я бы добавил, российский самолет на 40 секунд влетел в турецкое пространство. Его сразу же сбили. То есть на самом деле турки с самого начала показали, что они как бы очень серьезно настроены. В торговле нет. В экономических отношениях я не вижу, что там есть прям какое-то жуткое противоречие. Ну, у России... Безвизовый режим продолжает действовать. Тут вот я не сказала бы, что там прям Турция, у нее такое же отношение, как, например, стран Балтии к России. Ну, нет. Нет, нет. Это естественно. Ну, в Турции есть моменты, когда они про Крым, про татаров говорят. Они поддерживали, что эти татары, это часть как Украина и так далее. Есть аспекты. Также они и беспилотниками. Там вначале что-то было... Вместе работали и с Украиной тоже. То есть турки вообще принимают свою позицию. Ну, я делаю упор на то, что Россия против силы, когда вот решительница, она молчит тряпочку. Это хорошо сказал и Гордон. Вот было у нас... Что он сказал, да? Интервью было. Он был, как будет договариваться, Трамп, когда придет, Путин, Зеленский, как кто будет звонить, он говорит, в большом бизнесе, как это происходит. Ну, наверное, слышали. Вчера было, кажется, повторение даже. На русском языке он говорил. Ну, в принципе, конечно, разговор будет, и Трамп предложит, там будет, ну, заранее могут договоряться, сначала и Путину звонок, остановить, прекратить военные... То есть он боится только силы, вы думаете? Я считаю, что он боится силы, а когда начали, начиная Приднестровье, Грузию, когда уступили, уступили Крым, уступили Запад, что-то поворчал, поворчал, в принципе, реакции было очень мало. Сейчас на ракету я не видела тоже, честно говоря, ну, я не говорю, не эксперт, может быть, я пропустила какая-то реакция Запада на Россию. И к вам, господин Скудро, вопрос. Вот господин Кресленч сказал, что Путин боится силы, ответной реакции, решительной реакции. Что сегодня может стать этой силой, этой большой ответной реакцией и не допустить эскалации, как вам кажется? Ну, мне представлено, эскалация уже произошла. Да, это да, именно дальнейший какой-то, да? Тут вопрос, на каком уровне эту эскалацию продолжать, то есть последуют ли ответы скальпами, штормшедоус и атакам в дальнейшем. Значит, ну, это мы завтра узнаем, по-видимому, на встрече НАТО и Украины. Но что касается ситуации, то я думаю, что ответ НАТО, скорее всего, будет двояким. Значит, все эксперты, в том числе журналисты, в том числе немецкие, которые, ну, если говорить о канцлер Шольц, так он совсем такую позицию, значит, в виде Чемберлена занял относительно своих Таурусов, значит, ответ будет состоять из двух частей. Первая часть будет заключаться в каком-то рамочном предложении урегулирования между Россией и Украиной. Ну, я назову в качестве примера, а не приписывая это сейчас официальной позиции НАТО. Бывший командующий, если не ошибаюсь, военно-морскими силами НАТО Оставридис, он опубликовал статью, в которой предложил Украине финский вариант. Поясните, да. Да-да-да, который заключается в том, вот Финляндия в зимней войне 39-го, 40-го, потеряла 10% территории, стала нейтральной, а сейчас сегодня является страной НАТО. Значит, ну, в этом очень таком сжатом варианте, почему бы Украине не выбрать финский вариант? И НАТО не поддержать такого вида решения. Правда, все говорят о том, что Путин не согласится на такое. Значит, для него важно уничтожить Украину как суверенное и самостоятельное государство. Значит, это одна сторона. А другая сторона, которая, конечно, будет сформулирована более дипломатично, чем я скажу, а другая сторона будет проявляться в том, что американцы и, значит, по всей видимости, британцы, чехи и еще некоторые страны будут усиленно поставлять и уже поставляют значит, боевую технику и, значит, снаряды необходимые для техники, для, значит, артиллерии. И, значит, там что-то будет тогда по всей видимости сказано о дальнейшем применении скальпов Storm Shadows и Атакамс. Значит, По территории России, да? Если, если, если Россия не сядет за стол переговоров. А, например, часто говорят о том, почему не закрывают небо над Украиной. Ведь в Израиле, помните, когда были атаки со стороны, там, Ирана? Небо было закрыто и там никто... Нет, это исключается. Ведь в НАТО доминирующие позиции, не говоря там о господине Орбанце, в НАТО доминирующие позиции не участвовать. Не участвовать напрямую. Хотя Путин прямо сказал, что, значит, какие там Storm Shadows, и все остальные, их нельзя запустить по территории России без участия, электронного участия. Да, это я тоже видела. Служб НАТО. Ну, конечно, об этом можно спорить, насколько там необходимо такое участие, поскольку украинские военные уже несколько лет обучаются. Понимаете, там бесполезно что-то доказывать, если человек уверен, что так есть. Все, там... Просто два года обучают солдат Украины в странах НАТО. Ну, так что они там не могут научиться работать с этими среднего радиуса с нарядами и ракетами. Господин Орбанец, что может остановить шантаж? Если сегодня, как на ваш взгляд, какая-то сила, да, ну как, на силу нужно отвечать силой, которая может прекратить этот шантаж Путина? Вот вы сказали очень правильную вещь. На силу надо отвечать силой. Касательно Владимира Владимировича Путина, он понимает вообще только язык силы. Слова, договоренности, он в традициях такого советского сталинского менеджмента он ни в грош не ставит. Как в свое время говорили, договоренности не стоят того клочка бумаги, на которых они написаны. Сила, вот что его интересует. Он поэтому собственно и напал на Украину, что считал ее слабой. Он ее за государством-то не считал, он там пояснял, да, мол, типа не имеют права. Он получил неожиданно сильный отпор, неожиданно, в общем-то, неожиданную поддержку со стороны Запада. Он считал, что Запад там слабый, буржуазный, трусливый, там еще какое-то угодно. Запад дал поддержку очень ограниченную, конечно, далеко не полную, но дал. И Украина продемонстрировала удивительную способность к сопротивлению, учитывая просто разницу в местовых категориях. Поэтому Путин, говоря по-русски, остервенел. Ему надо сейчас показать, что он не ошибался, что он самый крутой. На самом деле, он уже ошибся, потому что специальная военная операция, которая проводится... За три дня, да? Не три дня, конечно, это пропаганда, но она проводится специально обученными людьми, острым инструментом, быстро. Запад садится, разводит руками, говорит, ну что сделать? Взяли Украину, значит, пусть так остается. Как с Крымом было, да? Так не получилось, и эта специальная военная операция стала длинной, кровавой войной, которая наносит огромный ущерб Украине, но и России тоже. Так что мой ответ простой. Что, видимо, трудно понять европейским политикам? Путин понимает язык силы. Все. И нужно думать, какие тут варианты могут быть силы. Знаете, я у вас, Алексей, хочу спросить. Эстонцы недавно провели, эстонская компания исследований спутниковых систем Псковской области. И у россиян есть несколько военных баз у границ стран Балтии и Польши. И хотя эти базы, конечно, были истощены войной, потому что не может Россия везде укреплять свое вооружение. Эти снимки показали о быстром развитии инфраструктуры на некоторых из этих баз. И, как пишет это издание, это не мои слова, издание, в результате путинской военной реформы количество подразделений по ту сторону нашей границы увеличилось в несколько раз. И вот как раз тут уместно привести в пример слушателей наши. Несколько человек написали, а что ждать в Латвии? Ну, понятно, что каждого человека волнует то, что ждать у него дома, в Латвии, в Балтии. Он беспокоится прежде всего очередь за себя, за свою семью и за свою страну. Как вы это видите? Смотрите, страны Балтии действительно зажаты в таком треугольнике между Калининградской областью, Российской Федерацией Большой и Белоруссией. И, безусловно, усиление вот по этому исследованию ситуации в Калининградской области, где вводятся в эксплуатацию заброшенные уже объекты инфраструктуры и расширяется инфраструктура и Псковской области, Ленинградской области, то, что показано в этом исследовании, да, это действительно радовать не может. Потому что, ну, действительно, большого ответа на это я, к сожалению, не вижу. А какой он должен быть, как вам кажется, большой ответ? Это же все косвенные признаки, да. Вот в Латвии самое большое посольство в странах Балтии, Соединенных Штатов, да, они со 2-го числа прекращают выдачу всех виз и так далее. Это значит, сокращают количество дипломатов, ну, скорее всего, сокращают количество дипломатов и переносят часть вот той деятельности по выдаче виз и документов в Швецию. Вот я в совокупности смотрю на увеличение то, что показано в исследовании в эстонском и плюс на то, что делается, если это так, и часть сотрудников эвакуируется отсюда, то это все, конечно, очень плохо выглядит, потому что американцы до этого не ошибались в своих прогнозах, понимаете? И если действительно вот сейчас в данный момент не будет какого-то понятного ответа, то тогда действительно есть как бы повод для переживания. Для переживания. И поэтому я согласен с вашими и нашими слушателями, действительно здесь есть о чем подумать. Да, потому что были, по-моему, ну, может быть, месяц назад в Бильд, они, правда, описали учения НАТО в случае, если Россия захочет сделать такой коридор к своему анклаву Калининградской области, там ничего хорошего нет. Я, может быть, еще чуть-чуть добавил бы, да? Насколько я понимаю, Риал-Балтик вокруг городов строился и задумывался, прошу прощения, в том числе как инфраструктура, которая будет обеспечивать подвоз в том числе военных грузов между тремя странами. Ну, понимаете, мы же знаем прекрасную ситуацию с проектом. Пока ситуация нехорошая, она нигде ни в каких... И понимаете, почему они не заводили, например, часть ветки в Ригу, да? Ровно потому, что должны были быть обеспечены базы военные, которые во всех трехбалтийских странах. Что мои эксперты напротив прокомментируют? Как вот эта ситуация с укреплением там с Кавской, по Псковских вот этих дивизионов, еще что-то, латвийская угроза? Потому что люди, я их абсолютно понимаю, они беспокоятся о том, что будет или может происходить у нас. Я пару минут отвойнуюсь. Пару минут скажу. Трамп, когда первый раз пришел, был президентом, я перед этим выступал в парламенте, я был депутатом Сеймы, и мог добиться, чтобы 1% на оборону дали. Слушайте, не было 1% даже тогда? 0,9%. Я тогда выступал против... При том, что норматив НАТО 2%. Да, ну в том-то и дело, я выступал, и когда министр обороны хотел на премьер-министр, я даже президенту писал, что все не выполняют. А что вам отвечали к скептике? ля-ля-ля-ля-ля, это пускай, тогда все, значит, спокойно, все хорошо. Сейчас, когда приходит Трамп, я смотрю с другой точки зрения, ну с такой точки зрения, что в свое время он заставил, действительно, многие 2% стали исполнять, ну Прибалтика стала вообще-то сейчас около 3% и так далее пошло. Я думаю, второй, что Трамп может сказать или подтолкнуть, подождите, у нас свои проблемы, давайте Европейский Союз подумайте сами о своей безопасности, не только ждите, что вот мы там. Я вот на это надеюсь, и в этом направлении идет работа. Скажем, сейчас дроны, вот дроны, то, что делает Украина, там и Латвия, и мы дроноассоциация. Коалиция дронов есть такая, да. Я тоже стал участвовать, потому что Global Drone Academy, я как советник у них в этой академии, и филиал находится здесь в Латвии тоже. Поэтому это как бы первый шаг, и это оружие, это не только оружие, это очень широко можно где использовать, это имеет будущее. То, что производить, то, что корейцы дают, это на время какое-то, а в принципе, вот если брать дроны, то это серьезно. И следующий шаг, это создать вооруженные силы Европы. Это не так, чтобы дублировать НАТО, а в составе НАТО. Если брать по потенциалу экономическому, если в бюджет европейские страны дали бы 2,5% своего военного бюджета, в общий бюджет Европы, по одному пункту, я говорю, про военные, вот далее, было бы 500 миллиардов евро евро в год. Это уже бюджет, на котором можно создавать армии, развивать военную промышленность и так далее. Это уже было существенно. Сейчас в Европарламенте назначили, назначили хотя бы комиссар, который как бы отвечает за военные, что потенциал надо поднимать, это как в Европарламенте уже согласились. Запоздало, да, вы считаете? Запоздало, очень запоздало. И сейчас еще там пути долгие. Тоже, Европарламенте тоже, я думаю, пока не получат сильные удары, и когда очухаются, могут опоздать. Ну, вот в этом направлении должны бы идти. Мы не теряем ничего. Америка, 50 штатов, очень разные штаты, но одному вопросу, по-военному, эти все штаты, вот есть вооруженные силы, а в штатах отвечают только за безопасность, я имею в виду физическую безопасность, полиция, штат-гвард и так далее за свою. Европа могла бы взять этот пример? Это могла, но возьмет или нет, это другой вопрос. То есть, я как военный, бывший, и создавал Академию национальной обороны, я в этом тоже очень много участвовал, и начальником штаба объединенных, когда вступали в НАТО. Мне это, конечно, больная тема, за которую я ратую, что вот были, бы сила была, тогда с Европой бы считались, тогда с Европой, и так далее. И вот наоборот, один слушатель пишет, может Латвия вообще стать независимой, как Швейцария, и тогда мы будем жить спокойно. Слушайте, если бы, прокомментируйте, господин Скудра, который, вы больше всех смеетесь, мне кажется, что мы были уже на месте Украины давным-давно. Ну, прокомментируйте, вопрос о слушателе есть, давайте его прокомментируем, да. Значит, ну, на мой взгляд, значит, мы можем обсуждать только краткосрочные перспективы. Я еще раз повторяю, завтра, если этого не случится, то это, конечно, будет очень плохим признаком относительно НАТО. завтра НАТО, обсуждая эти проблемы совместно с Украиной, должны прийти к какому-то конкретному заявлению, если не предложению. Что касается балтийских стран, значит, балтийские страны могут опасаться ударов типа орешника, конвенциональных, неядерных, без вступления войск на территорию балтийских стран. Это реально в смысле провокации, если в Москве побеждают авантюристы военные, которые считают, что, значит, нельзя идти ни на какие компромиссы с Украиной и тем более с США, но это уже все будет решаться после 20 января. В настоящее время, значит, я считаю, что самая главная опасность это военные провокации со стороны России. Притом, как сказал Путин, и это, я думаю, точно удар по военным объектам, ну, например, база Вадыжи. Значит, такое, на мой взгляд, возможно. Хотя, естественно, значит, если мы будем разговаривать с господином Сарцем или с нашими военными, они, конечно, будут отрицать что-либо подобное. На что мой ответ очень простой, но вот Шахет-то залетел и долго-долго искали, кто его зашел. Слушайте, там, я понимаю, сделали выводы, шум был страшнейший. Нет, 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 ну, Шахет-то летает со скоростью самолета, а не сверхзвуковой скоростью. Орештек сверхзвуковой 10 раз превышает эту скорость. У нас нет в Балтийских странах, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, на мой взгляд, нет противоракетной обороны и средств противоракетной обороны собираются покупать там в 26-м, 27-м году дорого, 600 миллионов, по-моему, там как-то это... Германскую систему Айрис. Ну, это еще когда будет? Так что, значит, риск таких военных провокаций, он, конечно, существует, но не нападение. Да, еще, господин Орешкин, вам вопрос, вопрос вам, господин Орешкин, в чем логика и сила Путина? Неужели в слишком малом проценте самодостаточных граждан, которые думают за себя, а что остальные это легкая мишень для зомбирования, как такое могло произойти? Ну, то есть, людей удивляет? Не надо удивляться, это эмпирический факт. Примерно 25% в России, и это фиксировалось там с 90-х годов, это голосование за Жириновского, например, за Лебедя, там, за Рогозина, 25% жесткие такие, скажем, зет-патриоты. Еще примерно 20%, может быть, 25, это люди, которые ориентированы на европейскую систему ценностей. Это много, 20 миллионов человек от взрослого населения, но они сейчас сидят под лавкой, они боятся высунуться, потому что сроки тюремные, ну, вот, это то, о чем Алексей рассказал. И половина, 50%, это те, которые следуют за мейнстримом. Вот если поменяется власть, они тоже отойдут под эту самую власть. Ну, это нормальная, наверное, реакция, они приспосабливаются к власти, они решают нормальные человеческие проблемы. Зарплата, детей воспитать, там, не надо войны. Если их заставляют присягать Путину, они ему присягают и даже в это начинают верить. Пропаганда огромная сила, не надо ее недооценивать, особенно, когда у тебя нет альтернативных точек зрения. А вот как раз в этом смысле у Путина все очень хорошо схвачено. У него очень квалифицированные пропагандисты, у него тотальное доминирование в средствах массовой информации, поэтому 25 плюс 50 в сумме три четверти, 75%, Путина сейчас поддерживают. Но это работает только вот в этой искусственной модели, которая изолирует людей от информации, и которая фокусирует все надежды на царь-батюшка. Вот кто нас может спасти от коварного... Спасибо, что вы это объяснили, потому что я много слышу тоже и фейков по поводу этих вот исследований. Алексей, вот то, что сказал Дмитрий, как вам обидно, что вот так? Это, конечно, наверное, такой вопрос философский, а у нас осталась одна минута. Ну, к сожалению... Вы во что-то верите другими словами? Безусловно, за самой темной ночью будет рассвет. И, безусловно, Россия, это европейская страна, кто бы что ни говорил сейчас с какой-то трибуны. Это все ровно так же, как с Финляндией закончилось какой-то нормализацией, какие-то развития, да, о чем коллега говорил, через какой-то довольно длинный промежуток времени, потому что украинцы, безусловно, россиянам очень долго этого не забудут. И часть их не простят. Поколение. И, безусловно, это все пройдет очень-очень-очень больной. Но рано или поздно все равно Россия будет европейски ориентированной страной. И у меня в этом сомнений нет. Я прожил в Псковской области почти всю сознательную жизнь. Огромное количество людей выезжало в Европу, возвращалось, и это считается нормальным. Но не будем мы ни придатком Китая, ни какой-то азиатчиной, на которой мечтают сейчас отдельные горячие головы. Поэтому я верю в будущее. Очень было много вопросов. Конструктивный разговор получился. Вопросы такие интересные, я их обобщу и, возможно, на этом фоне придумаю что-то еще, какую-то еще передачу. Спасибо вам огромное, дорогие эксперты. Оэр Скудра, политолог, политолог Оэр Скудра и профессор, кстати. Господин Скудра, Латвийский университет, да? Нет, уже на заслуженном отдыхе. Ага, да. Карлис Креслыш, бригадный генерал в отставке, военный эксперт. Спасибо вам огромное, господин Креслыш. Дмитрий Орешкин, российский политолог. Спасибо, Дмитрий, огромное за то, что все время вы очень вообще отзывчивы к моим просьбам всегда приходите. Спасибо огромное. И Алексей Малов? Журналист Псковская губерния впервые у нас, но я очень надеюсь, что вы будете у нас тоже частым гостем, потому что у нас много передач, которые посвящены именно вот этой ситуации, которая есть. Провела передачу Ольга Князева, и я же продюсер этой передачи сегодня один день. Спасибо большое всем, кто нас слушал, оставлял комментарии. Оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра встретимся в 12.10 на открытом разговоре. Всем пока. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин